Всем привет! С вами Людмила и добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу вам показать, что у моей сумочки. Я сама всегда смотрю такого рода видео, мне всегда интересно, что у других сумочки, что девушки с собой носят. И решила вам также заснять такого рода видео и показать, что у моей сумки. Думаю, вам будет интересно. Итак, сумочка у меня от фирмы Dizigual. Я ее покупала еще 2 года назад, когда мы путешествовали в Испании, в городе Барселона. Также я купила еще 2 сумки этой фирмы. Они у меня тканевые. Я вам потом их, может, покажу. Я их постоянно тоже носила. Но сейчас мне эта сумка очень нравится. Она сейчас в тренде, темно-коричневая оттенка, с таким вот принтом, с заклепками. И это принт фирмы Dizigual. Также здесь вот вышивка вот такая вот и надпись Dizigual. В общем, мне она понравилась, что она такая красивая. И также, что она маленькая, но достаточно вместительная. И тем, что у нее есть вот такой вот большой ремешок, который можно носить на руке или через шею, через плечо. И также есть маленький ремешок, который можно носить так же в руке или же вот так вот на руке. И здесь все качественно сделано. Я, когда эту сумку покупала, я думала, что она кожаная. Но это зам, кожзам, но выглядит она очень презентабельно, скажем так. И выглядит, как будто это кожа. И также она очень качественная. Ничего нигде не протерлась. Я ее уже ношу несколько месяцев. И что в этой сумке есть интересного? Здесь ремешки все отстегиваются. И у каждой сумки Dizigual отстегиваются ремешочки. И если, например, у вас порвался или поломался, или протерся ремешок, вы можете поменять с другой сумки, перестегнуть себе ремешок. У меня на другой сумке порвался ремешок, потрескался, облез. И я просто, если мне нужно, я могу перестегнуть этот ремешок на ту сумку и носить. Это очень практично. Это такая задумка. Мне тоже это очень нравится. Также фирма Dizigual на каждом своем замочке, у них замочки вот такие вот, очень качественные, кстати, замочки. Маленькие, с буковкой S. И на каждой буковке этой написана фирма Dizigual. И даже на заклепочках везде у них надпись фирмы Dizigual. И она хорошо прошита. Она очень качественная. Я просто в восторге от качества этой сумки. Но, конечно же, она стоила тоже немаленьких денег. Я думала, по цене, честно, я думала, что это кожа. Но оказалось, что просто фирма Dizigual такая дорогая. Ну, не факт в этом. В общем, вот так вот выглядит сумочка. Здесь вот так вот выглядит, без всякого принта. И давайте я вам по порядку покажу, что же в ней находится. Начну я с маленьких кармашков, которые находятся по бокам. Здесь и здесь одинаковые вот такие вот маленькие кармашки. Они идут на заклепки. У них вот так вот они закрываются. Это очень удобно. Можно просто вот так вот хоп кинуть, и оно само закроется. Здесь я ношу всегда с собой карточки. Здесь у меня карточка от Cilpo. С другой стороны у меня также карточки от Cilpo. От Cilpo и магазин For. А так как мы постоянно в них скупаемся и являемся ихними членами клуба, то у нас постоянно у меня ношут такие вот карточки. И они у меня в этих кармашках. Я их стараюсь никогда не забывать, чтобы пробивать, когда на кассе. Так, дальше у меня здесь задний кармашек маленький, в котором я часто ношу денежку. Деньги на проезд сюда часто ложу. И также всякие бумажки, какие-то записочки. Это у меня записка продуктов, список продуктов, которые я должна купить, чтобы не забыть, пусть лежит, он мне еще пригодится. Итак, сама сумка очень интересно застегивается. У нее такие впереди как будто два замочка, но на самом деле это обманка, потому что они на магните. И оп, оп. И вот так вот она перекидывается, вот так вот открывается. Это мне очень нравится, я не знаю, это просто очень классно как-то смотрится. И также видела в сумке Zara, тоже сейчас начали делать с вот таким вот откидным верхом. Вот, и также здесь идет замок, что является очень хорошо. Если сумка случайно, вы забыли закрыть, и она у вас упала, то вот это отделение, если вы закроете, ничего никогда не вывалится. Замки очень качественные, таких качественных замков у меня еще ни в одной сумке не было. Они ни граммы, нигде никогда не заедают, и очень легко отстегиваются и застегиваются. Итак, молнию открываем, и здесь у нас идет большое отделение, в котором я ношу все самое необходимое. Я беру с собой все, что мне надо, и здесь просто все-все помещается. Сюда еще я могу кое-что засунуть, но я считаю, что не нужно, этого всего мне достаточно. Итак, буду по порядку вам доставать, показывать. И первое, что начну показывать, это свой кошелечек. Кошелечек у меня вот такой вот яркий, тканевый, с бабочками, с цветочками, и он такой мягенький. Вообще, я его покупала в Таиланде на Самуи. Он выглядел, мне сначала показался очень детским, но потом, когда я его взяла в руки, открыла, мне понравилось, что он на заклепочке. Это я очень люблю заклепочки, и люблю также розовый цвет, поэтому для меня это стало, скажем так, поэтому я сделала свой выбор. В ручке очень легко открывается, и вот так вот он выглядит внутри, как книжечка здесь переворачивается. Здесь у меня фотографии меня и в ванне, фотографии с паспорта. Здесь у меня карточка магазинная, накопительная. Здесь также магазинные карточки, визитницы. И внутри также у меня много различных дисконтных карточек, так как я постоянно скупаюсь, покупаюсь от торговых центров, то у меня постоянно есть карточки, и я с собой их ношу. И также у меня здесь есть немного налички, чтобы в случае чего сразу расплатиться, если нет рядом банкомата, или же в такси, или в каком-то ларьке, магазинчике, на рыночке. И также я с собой ношу еще разные чеки у меня есть, и какие-то аукционные, скидочные такие вот купончики, которые все подают. В общем, я вот так вот все это ношу, она закрывается, это очень удобно. Итак, вот такой вот у меня кошелечек. Дальше я ношу с собой косметичку. Косметичка у меня вот такая вот красивенькая. Я покупала ее в Малайзии, здесь вот еще надпись Малайзии. И она такая вся гладенькая. Я такую же косметичку покупала, которую и дарила в подарок, и себе также. И эту маленькую косметичку-кошелек я ношу с собой и ложу сюда. Постоянно блеск для вул, блеск у меня и вот такой вот бальзамчик. Также у меня бальзам от Carmex. Также я ношу с собой резиночку на всякий случай, если пошла с распущенными волосами. Если, например, на улице ветер, то я, конечно же, завязываю волосы, ношу с собой резиночку. Также у меня с собой ушные палочки на всякий случай, если где-то макияж подтереть или же что-то вытереть. Также есть таблеточки от головы, вот фистал, если что. Также есть женская штучка запасная, но это такой секрет. Также с собой салфетки ношу. Так, что я еще ношу? Зубочистки ношу, которые в кафе. Постоянно набираю много зубочисток, бросаю себе сюда косметичку, чтобы у меня всегда были с собой зубочистки на всякий случай. Итак, дальше у меня сумки кошелечек маленький, тоже из Малайзии, тоже такой же с надписью, с таким принтом. И здесь я ношу мелочь, чтобы у меня по сумке не валялась мелочь, где попала, а она лежит в одном месте. Кстати, у меня здесь еще тайские баты остались. Класс, надо их отложить. У меня мелочь, которая с других стран хранится в отдельной шкатулочке. В общем, вот такой вот миленький маленький кошелечек. Очень удобно, практически с собой носить мелочь. И у меня все в одном месте, и мелочь по сумке не раскидана, не валяется. Дальше у меня в сумке зеркальце. Зеркальце я покупала на Кипре, с такой вот картинкой. Очень красиво, такое металлическое, переливается. И оно такое вот двойное. Здесь есть приближенное зеркало и нормальное. В общем, вот такое красивое зеркальце, которое открывается и вот так вот захлопывается, закрывается. Так, дальше. Конечно же, вообще, куда же без телефона. Мой телефон, который вы уже видели, с таким вот чехольчиком розовеньким, Victoria's Secret резиновым. И наушники. Без наушников тоже никуда, так как я постоянно слушаю музыку, или же видео смотрю, или же просто даже позвонить по вайберу, или по телефону лучше через наушники, или же видео поснимать. Так что наушники с собой тоже беру всегда. Дальше. У меня в сумке валяются всегда леденцы. Или же жвачки, или же конфетки. Но вот такие вот леденцы освежающие. Это, кстати, я их покупала еще на Самуиз, Таиланда привезла. И они у меня долго лежали там в другой сумке. И я вот их сейчас тоже кушаю. И они мне очень нравятся. Они с вишневым вкусом. Да, это вишневые. Также есть такие еще просто ментоловые. Но вот вишневые мне больше нравятся. Так, дальше. У меня контейнерочек для линз. Если я куда-то иду или еду, всегда мне нужен контейнер. Если я в линзах. Сейчас я без линз. Но если я в линзах, мне обязательно нужен контейнерочек. На всякий случай. Если линза где-то мне режет, или выпало, или еще что-то. То мне нужен с собой иметь контейнер обязательно. Здесь есть зеркальце. Также запасной бутылечек для жидкости. И две баночки для линзы. И эти, как они, пинцетик для линз. Это очень удобный такой вот наборчик. Я его специально купила, чтобы с собой носить. Чтобы на всякий случай можно было вынять линзы. И было куда положить. Так, дальше у меня в сомке ключи. Ключи от квартиры. На ключах я также ношу брелочек с Барселоны. Любимый мой город. Обожаю его. Надеюсь, еще как-нибудь туда поеду. Также брелочек от магазина. В общем, вот такие вот ключи от квартиры. И еще одни ключи от квартиры. Второй. Там, где родители живут. Здесь у меня такой миленький мишка. Напоминающий мне о доме. О моем детстве. Там, где я выросла. Так, что вот такой вот замечательный мишка всегда со мной. Также здесь такая пипеточка, которая от домофона. В общем, вот такие вот ключи тоже. И также у меня в сумке валяются разные бумажки из магазина Бракард. С ароматами. И они придают еще аромат сумке. Всегда в моей сумке пахнет приятно. И я бумажки обязательно всегда, когда наношу аромат, я не стесняясь. Покажу к консультанту. Прошу мне дать ручку, чтобы я подписала, как они называются. Потому что я просто потом забуду, что на какую палочку я пшикала. А так я всегда знаю, где какой аромат. Я их все четко подписываю и знаю, какой аромат мне понравился. Я вообще обожаю парфюмерию. Так что я себе также присматриваю, выбираю еще духи. Итак, ну все. Здесь у меня в сумке есть еще маленькое отделение, но оно пустое. Я туда ничего практически не ложу. Иногда могу туда положить какие-то бумажки или же денежку, или что-то еще засунуть. Ну вот, получается, что в моей сумке все самое необходимое помещается. И она вот так вот отлично открывается, закрывается. Если я в магазине открыла сумку, я просто вот так вот перекидываю эту верхнюю часть. И она автоматически иногда даже сама заклепывается. Так что вот такая вот у меня сумочка красивенькая. Она мне очень нравится. Я ее сейчас с удовольствием ношу каждый день. Под все наряды она мне подходит. Так что вот такая вот у меня сумочка. Надеюсь, вам видео было интересное. И увидимся с вами скоро. Всем пока-пока.